Привет! В Германии мы жили в пригороде Гамбурга у наших друзей. Это очень тихий и спокойный район с двухэтажными домами. Целый кластер такой, где очень тихо, очень спокойно. Вместо заборов стоят зеленые изгороди, очень большие окна, у соседей нет шторок. Красота и благодать. Друзья любезно разрешили мне показать их дом изнутри. Снаружи он выглядит вот так. Двухэтажный домик с небольшим полисадником, красивыми деревьями и вот такой стеклянной дверью. В прихожей первая же дверь, которую она встречает, это туалет. Что очень даже удобно, если вы понимаете о чем я. Ну, когда несешься домой скорее-скорее, чтобы все успеть, чтобы ничего не растереть по дороге. Туалет при входе, это очень здорово. Дальше мы попадаем на кухню. Здесь можно готовить и смотреть в окошечко, на соседей и на всю красоту, которая там. С окном, по-моему, гораздо веселее готовить. Стоишь, наслаждаешься видом и еда у тебя получается превосходной. Мы проходим в зал. Зал большущий. Тут у нас есть зрители. Привет! Привет! В зале большие окна, дверь в пол. Здесь же есть выход на свой задний двор, где тоже большая красота. По ощущениям, зал квадратов 30 точно. И это центр дома. Место, где происходит все-все-все. Особенно круто, я думаю, летом, когда дверь на улицу все время открыта. И пространство зала практически совмещено с улицей. Это почти все, что есть на первом этаже. Дальше у нас есть спуск в подвал. Здесь есть вот такое обширное помещение, где можно расположиться с друзьями или устроить свой личный кабинет. В подвале еще есть несколько технических комнат с газовым котлом, стиральной машиной и разными кладовками. Теперь поднимаемся наверх и посмотрим второй этаж. Это одна из комнат. В этой комнате жили мы, и мы тут только спали. Вот такой вид из окна на улицу и город. Прямо по коридору туалета еще одна комната. Комната очень большая. В ней еще есть огромнейшее балконище. Осталась ванна. В ней есть сама ванна, туалет и душевая кабина. Вот, собственно, и все. По-моему, это шикарное место для жизни. Субтитры сделал DimaTorzok